Открытие навигации существенно повлияло на загруженность Пинского судостроительно-судоремонтного завода, где на данный момент завершили очередной крупный проект – модернизацию баржи-площадки. В ближайшие дни коллектив завода готовится спустить ее на воду и отправить по месту назначения. Для предприятия, находящегося в режиме санации, заказ весом и позволяющий держаться на плаву. Наш корреспондент Анна Янович узнавала о масштабах проделанной работы и о том, как справляется со сложившейся непростой ситуацией некогда флагман белорусского судостроения. Демонстрируя нам результаты работы коллектива завода за прошедшие несколько месяцев, главный инженер судостроительно-судоремонтного завода Андрей Доберчук с ноткой гордости в голосе рассказывает и показывает возможности предприятия по реконструкции и модернизации судов. К вашему вниманию мы можем показать, какой баржа существующий проект и уже на сегодняшний момент, какой проект получился после модернизации. Заказчиком модернизации и непосредственно владельцем баржи является Белорусское морское пароходство, которое с прошлого года занимается грузоперевозками на международном уровне. Проект модернизации был подготовлен институтом Белсудопроект. Общая валовая вместимость баржи около 900 тонн. Она может работать как по белорусским рекам, так и с выходом в море. Грузоподъемность, конечно, ограничена, потому что здесь уже Белсудопроект учитывал объемы перевозимого груза, поэтому уже сформировалась и осадка. Габариты практически сохранились те же самые, только за счет увеличения грузового бункера получился объемный такой объект. Здесь уже предусмотрены и телескопические крышки, и условия безопасности при эксплуатации таких судов. К работе по модернизации на сударемзаводе приступили в октябре прошлого года. К концу декабря практически закончили все строительные, рихтовочные и сварочные работы, и сейчас весной выполнили уже покраску судна. Специалисты сударемзавода полностью заменили обшивку днища и дали гарантию минимум на пять лет эксплуатации. На сегодняшний момент мы уже сбрасывали на воду, то есть проводили какие-то замеры, потому что согласно методике, которая после постройки судов необходимо произвести ее габаритные замеры, потом осадка, то есть посмотреть совпадает ли проектируемость, спроектируемость с теоретическими или фактическими осадками судна. Поэтому это все было обмерено, а на сегодняшний момент просто уже с учетом этим идет корректировка, какое-то нанесение марок обмера данного судна. Провели швартовые испытания и сейчас судно готовят к отправке в порт Мозырь для дальнейшей транспортировки в Украину. Как отмечает главный инженер предприятия, если подобные заказы выполнять регулярно и планово, то годовая загрузка предприятия была бы обеспечена. С открытием навигации поступили заказы на обслуживание и по необходимости ремонт нескольких барж и буксира от речного порта Пинск. Помимо корпусных работы, работы с металлом, дизельный цех предприятия занимается ремонтом дизельных двигателей. Начиная с октября месяца мы массивно, в массовом варианте начали отрабатывать вопрос с военными заказами. То есть мы помимо наших судовых двигателей, это один и тот же тип, ремонтируем уже около 15 штук мы отдали для Министерства обороны. На сегодня тоже тендера проходят по дизелям такого типа Б-12, марка разная, там Б-46, Б-54, поэтому наши специалисты к этому готовы. Сейчас даем коммерческое предложение для дальнейшей организации ремонта уже и расширить линейку по ремонту дизелей семейства Б-12. Сейчас флагман белорусского судостроения переживает не лучшие времена и находясь в режиме санации, специалисты берутся за любую работу. На заводе был назначен антикризисный управляющий, благодаря усилиям которого удается находить пути выхода и сложившейся непростой экономической ситуации. Санация продлится до 18 мая этого года и уже сейчас готов пакет документов о ее продлении на более длительный срок. Это необходимо для того, чтобы сохранить профиль завода, который прошлый год сработал с прибылью, однако ее небольшой объем не позволяет пока погасить те долги, которые были накоплены предприятием за последние несколько лет.